Только 100% уверенность в себе может нас защитить. Всем доброго! И очередного утра с Андреем Тихоновым. И сегодня у нас с вами четверг, а это говорит о том, что мы с вами будем разговаривать о манипуляциях. И сегодня, дорогие мои коллеги, мы с вами разберем такую манипуляцию, как газлайтинг. Это одна, вы знаете, из таких самых-самых жестоких, жестких и даже, я бы сказал, жестоких таких вот манипуляций. Приведу пример. Наверное, у каждого из нас с вами было такое, что когда мы с кем-то общаемся из людей, и мы вот точно помним, что мы вот договаривались именно об этом, что мы разговаривали именно об этом, что мы обсуждали вот именно вот эту тему, а потом нам человек вдруг говорит, да не было такого, я этого не говорил, я этого не помню, и мы начинаем входить в замешательство. Да как же так-то? Да как такое могло быть? Я же точно помню, что мы с тобой разговаривали об этом. А человек утверждает, нет, мы выходим из себя и в конечном итоге ходим и думаем. Блин, а может быть и правду такого не было? Скорее всего, наверное, каждый из нас когда-то в жизни с этим сталкивался. Давайте мы сначала разберем вообще, что такое газлайкинг, да, газлайкинг, как его можно увидеть в нашей жизни и как от него отбиваться. Смотрите, я записал здесь газлайкинг, он вообще, это формулировка фразы пошла от фильма, ну, насколько мне эта информация известна, я могу ошибаться, то есть это я сейчас не догму какую-то говорю. В 1944 году вышел фильм, назывался «Газовый свет» с Ингрид Бергман, и Ингрид Бергман в главной роли. Суть этого фильма заключалась в следующем, что супружеская пара, муж и жена, и муж постоянно издевался над своей супругой. Он делал определенного рода вещи, делал определенного рода вещи, и своей супруге говорил, так так и было, ты же сама меня об этом попросила. То есть, в конечном итоге супруг свою женщину, муж свою жену довел, в принципе, до сумасшедствия. Этот фильм даже, говорят, взял Оскар. Дальше, смотрите, развитие событий вот в этом. Близко по теме, близко по теме, близко по названию. Зер Зент Зунг, еле выговорил, Зер Зент Зунг. Этот инструмент использовался сотрудниками ШТАЗИ, Министерства обороны ГДР. Вот это Министерство ШТАЗИ, да, сотрудники вот этого ШТАЗИ. Это, грубо говоря, похоже на наших сотрудников КГБ. Что они делали? Они делали очень интересную вещь. Они, допустим, если им нужно было довести, так скажем, до сумасшествия какого-то человека, эти люди делали просто-напросто страшные вещи. Они проникали в дом, они меняли местами вещи, меняли местами вещи, вешали определенного рода картины, которых никогда в доме не было, просто раз появилась картина. Отправляли с курьерами заказы, которых человек никогда не заказывал. И человек потихонечку, потихонечку, потихонечку начинал сходить с ума. Ну, скажем таким образом. Вот мы с вами сейчас рассмотрели, что есть фильм «Газовый свет», да, и есть такой инструмент Зерзензунг, специалистов ШТАЗИ в ГДР. Чем они схожи? Вот смотрите. Если, допустим, вот эти специалисты ГДР, вот, так скажем, аналога нашего КГБ, они это делали в интересах государства, то люди, которые издеваются, там, допустим, над своими мужьями, над своими женами, над сотрудниками, над подчиненными, они это делают ради своего собственного какого-то удовольствия. Вот этот инструмент очень часто используют как раз энергетические вампиры. То есть, это одна из структур гидонистической манипуляции. И смотрите, давай, был у меня в жизни, была у меня в жизни одна ситуация, мы работали с одной коллегой, и вот мы сели. Я сейчас просто рассказываю, как вот из моей практики, и как я из этого в конечном итоге выходил. Был момент такой, что мы с одним коллегой, с одной коллегой разговаривали и договорились вот об определенного рода правилах. Договорились? Договорились. Пожали руку, все, проходит определенный какой-то период времени, и она мне говорит, ну, я говорю, имя не буду называть, говорю, скажите, пожалуйста, почему вы так делаете? А мы же с вами договаривались. Она говорит, ну, подожди, ну, об этом же мы не договаривались. Я говорю, хорошо, ну, а вот об этом, вот об этом и об этом мы договаривались? Она говорит, да. Я говорю, так ведь это такой же самый случай. Нет, но именно вот такой формат мы же ведь не обсуждали. Ты меня неправильно понял. Ты, наверное, не так мне выразился. Хорошо, сели, договорились о дополнительном, вот о таком случае. Впоследствии прошла еще одна ситуация, когда я говорю, а здесь-то почему так? Но ведь мы же с тобой об этом опять не договаривались. Андрей, ты меня неправильно понимаешь. И здесь я уже уловил, впоследствии я стал изучать эти темы. Я понял, что это просто-напросто название обычного газлайтинга, да. И в связи с тем, что у меня и с памятью все хорошо. Я помню, о чем мы с людьми договаривались. Я понял о том, что этот человек просто-напросто использует вот этот нехороший инструмент. Что сделал я? Что рекомендую вам. Если вдруг вы сталкиваетесь с такими людьми. Первое, это то, что рекомендует огромное количество специалистов, которые изучают манипуляции. Они говорят такую вещь, что собственная стопроцентная уверенность в том, что было именно так, может нас спасти. К примеру, когда я понимаю, что я здравый человек, все хорошо, и это было, я всегда могу сказать таким образом. Хорошо, Иван Иванович, если вы считаете, что этого не было, без проблем. Пусть будет так, как вы считаете. Когда мы говорим манипулятору, пусть будет так, как вы считаете, разворачиваемся и уходим, своего рода манипулятор выбивает из колеи. Второй вариант развития событий, просто при общении с таким человеком всегда включать диктофон, чем в принципе воспользовался я. После того, как мы с этой девушкой, я пару раз столкнулся, что такого не было, мы об этом не договаривались, и это мы не обсуждали. Следующий наш диалог я записал на диктофон. И что вы думаете? Не прошло даже неделю, как мы сталкиваемся, я говорю, но ведь мы же разговаривали вот именно об этом, вот об этой. Да не было, Андрей, такого, ты зачем постоянно придумываешь? Я включаю диктофон и говорю, а вот это как сказать? Не знаю. Я это поняла не так, то есть человек опять съехал, что ты мне объяснял одно, я это поняла не так, все. Смотрите, какой единственный выход из этой ситуации? Так же, как и с энергетическими вампирами, в 98-99% случаях люди, которые используют газлайтинг, они не меняются в своей жизни. Они испытывают от этого кайф, это их, так сказать, наркотик. Они получают от этого удовлетворение. Единственный шанс это разворачиваться и бегом бежать от таких людей. Но если вы постоянно сталкиваетесь с газлайтингом и никак не можете убежать от этого человека и не знаете, что делать, приходите ко мне на бесплатную диагностику, посмотрим, чем я смогу быть для вас полезен. Ну а на сегодня все. С вами был я, Андрей Тихонов, эксперт в области переговоров и решения конфликтов. Еще раз благодарю вас, дорогие мои подписчики, что вы меня смотрите. Это действительно для меня очень важно. Подписывайтесь на дополнительные мои социальные сети, ссылку оставлю ниже. Ставьте лайки, пишите комментарии. Это маленькие действия помогут продвигать мои каналы вперед. Задавайте интересующие вас вопросы, я с огромным удовольствием на них отвечу. А самое главное, берегите себя. С Богом! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok